Сегодня мы с вами поговорим об увядающих побегах на винограде, о том, что является причиной такого увядания и что в дальнейшем делать с такими кустами. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и виноделии. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградарь по призванию. С нами выращивание винограда понятна и доступна. Чаще всего такое увядание происходит постепенно. Постепенно листик теряет свой тургор. Здесь, видите, уже такой запущенный вариант. Начинается все с такого легкого увядания, но я вам сейчас вставлю кадры другого куста, где видно, как это происходит в развитии. Опять мы сталкиваемся с проблемой прошлого года. Да, у нас половина куста начинает вянуть и они кействуют, но тургор никакой. Для сравнения, вот у второго половины здесь с листом все хорошо. Вот прошла неделя, хулили мы этот кустик, лелеяли, но, видите, к сожалению, ничего не получается. В прошлом году мы с этим справились с поливом, но очевидно, что есть какая-то проблема в проводящей системе, и просто куст в эту сторону не качает. Ну что ж, поделать, к сожалению. Так, вот его побеги, да, вот тоже видим. И единственное, обратите внимание, вот эта же сторона побег практически, вот надо даже показать, вот, практически от корня мы его оставили. Вот даже, наверное, из-за этого он прям поджировывает, да, вот, вот, смотрите, такой толстенный побег, огроменный, уже там сверху прочеканен, и у него же внизу оставлен пасынок. Тоже уже большой. Видите, то есть силы у растения хватает, то есть сам по себе курс мощный, но вот есть проблема, туда, да, вот туда не качает, а все питание останавливается здесь. Ну и вот вторая сторона тоже вот, вот что там, с тому же так нормально доросло. Ну и что делаем? Вот тот случай, когда нам надо менять рукав, да, к сожалению, такое бывает, случается. Вот наглядный пример. Опять же, почему наша весна вот такая вот, которая туда-сюда скачет, то тепло, то холодно, может где-то спровоцировать закупорку. Конечно же, я даже более чем уверена, что некоторые спицы скажут, что ай-яй-яй, у вас же там вот, вот рукава там зарезаны, туда-сюда, все это ерунда. На самом деле у нас на втором участке ромбик вообще сморозобойный, нормально качает. Ну, бывает и по-другому, да, поэтому очень хорошо, когда у нас этих самых рукавов есть запас. То есть в идеале, например, на одной плоскости имеет четыре рукава. Вот здесь мы как раз-таки отращивали второй рукав в ту сторону. Видим, плодовых стрелки две, да, рукав один. Со второй стороны, кстати, то же самое. Рукав один и две плодовые стрелки. Ну, рукав один, да, вот мы отращивали второй, соответственно, ну вот, вот этот вот длинный побег пойдет на новый рукав. Даже посмотрим, может, мы его вот такую же рущу уложим в горизонт, да, и попробуем вообще ускориться. Здесь важно что? Обратите внимание, такое происходит со всем кустом. Если со всем кустом, то это какая-то болезнь, да, возможно, даже повреждение корневой системы. Ну, это не наш случай. У нас такое происходит с рукавом, с одним. Как на одном кусте, так и вот на этом, который я сейчас снимаю. Вторая часть этого куста, посмотрите, абсолютно нормальная, зеленая. Там наливается урожай, но мы сейчас вот с вами берем повреждение, и тогда будет хорошо видно, что происходит со сталью. То есть здесь явно проблема с проводящей системой. Я уже это знаю. Да, смотрите, сейчас будут кадры, опять же, с предыдущего куста. Ну что ж, придется резать, да, и режем вот до нашего хорошего побега. Жалко, да, но что поделать. Здесь, к сожалению, вот так. Вот уже где начинается проблема, вот это наше начало. Да, то есть здесь немножко отличается. Вот, вот и вот. Все-таки, все-таки что-то есть в сердцевинке, да, какая-то она. Неравномерная, более сухая, что ли. Еще здесь срезануть. О, видите? Вот, вот вообще прям картинка, вот она. Вот она. Вот. Повреждение. К сожалению. Вот так. То есть проблему увидели, да, проблему в проводящей системе. Здесь то же самое. Будем обрезать. И обрезаем мы где? Вот наш рукав. Вот наш первый зеленый побег. Он увядший. В предыдущем случае первый был хороший, да. А здесь даже первый увядший. Вообще надо убирать там, рукав ниже. Ну, я попробую брать где-то здесь, потому что очень толстый. А у меня под рукой нет никакой пилки. Ну, опять же, тоже случай. Смотрите. Мы кромсаем вот это темное. Это следы атикатора. Ну, мы видим. Вот здесь. Тут у нас черные. Такие коричневые вкрапления, да. Вот они идут. Они еще пока небольшие. Они будут там дальше. Точнее, наоборот. Смотрите. Вот это у нас начало рукава. И мы видим здесь единичную вот эту вот закупорку, да. А вот эту часть я резаную прямо вот здесь близко. Вот мы видим уже здесь гораздо больше, да, идет вот этих коричневых пятнышек. И смотрите, опять же, вот дальше обрезан. Вот видим, первый был зеленый побег. Вот здесь, вот оно у нас коричневое. А уже дальше пошло зелененькое. Но нагрузка большая. Она просто не прокачивает такие объемы. А вот тоже, смотрите, прошла почти самоконец. Да, вот с одной стороны глаза чистые, а с другой тоже, то есть, ну, вот здесь вообще видно сильное повреждение, да. То есть, бьет оно частями, и мы никогда не знаем где. Захожу с другой стороны, чтобы лучше было видно. Смотрите, вот наш рукав, который мы отрезали. А вот плодовая стрелка дублирующая. Всегда, даже если мы выращиваем на одной плоскости, лучше иметь запас рукавов, то есть, как минимум, 4. Потому что у нас нестабильные погодные условия, да, у нас зона рискованного земледелия. И вот у нас было бы пусто, да, с той стороны, а так нам есть чем нагрузить. Смотрите, какие здесь побеги. То есть, уже было видно, что с кустом что-то не так. Он не кормлен, вот с момента посадки этот куст не кормлен. Ну, а смотрите, лоза, да, вот темновато, солнце с той стороны, но... Сейчас чуть выше поднимемся. Вот лоза с хорошим палец толщиной. Здесь было место немножко, и мы немножко оставляли пасынки. Они, конечно, прищипнуты, но это ерунда. По той плодовой стрелке, вот еще у нас. Видим, вот побег, да, жирнючий, толстючий. Ну, это другая сторона, да, то есть, в другую сторону тоже они идут жирненькие. Наша задача сейчас, что сделать? Наша задача куст нагрузить. Ну, смотрите, в эту сторону нам его нагрузить некуда. Потому что здесь и так густенько. А вот здесь у нас место немножко освободилось. И сейчас мы вот эти жирные побеги, но вот этот я, наверное, не смогу положить, там уже места не так много. А вот этот первый, да, вполне, и он у нас шикарно может затем пойти, на новый рукав. Сейчас я его отсыплю и вложу в горизонт. Итак, смотрите, мы берем вот этот наш жирующий побег, отвязываем его от вертикального направления и укладываем на нижнюю проволоку, горизонт. А теперь смотрите, основную лазу положили, пасынки запускаем вертикально. Здесь я хотела бы обратить ваше внимание. Конечно, идеальный вариант, когда у нас вот пасынок не тронутый. Но мы же не знали, что у нас так случится, да, и что один рукав прикажет долго жить, да, либо, в принципе, мы не всегда знаем, что куст у нас будет жировать. Не всегда можем это предсказать. И вот этот пасынок у нас оказывается прищипнутым. Но у нас есть вот два пасынка второго порядка. Смотрите. Вот. Раз. Два. Ну, это пасынки второго порядка. Вот этот мы можем прищипнуть. Опять же, не вылавнуваем, прищипываем. И вот эта ситуация тоже показывает, что никогда не выламывайте пасынки. Всякое может быть. Пасынки надо прищипнуть. А этот мы оставляем. Он у нас пойдет как основной побег. И все, куда-нибудь его сюда, сюда вот подвязываем. Вот снимаю камеру, показываю. Вот видите, вот так вот у нас пошел. Ну, вот этот маленький, да, с ним нет смысла ничего делать. Вот, его как раз таки можно прищипнуть. Да, дальше идем по этой лозе. Вот у нас еще есть большой хороший пасынк. И здесь как раз таки освободившееся место на шпалере. Все, это привязали. Я вам показывала, что здесь еще один есть в ту сторону побег. Но места, к сожалению, нету, чтобы разместить его. Поэтому догружаем вот так вот только одним. А в принципе, вот сколько у вас есть таких жирующих побегов, да, и сколько есть возможности их уложить в горизонт, столько их укладывайте. Два, три, четыре. Нормально, пойдет. Вот, и вот на втором кусте, вот смотрите, вот он тоже. Такой побег жирующий, да. Вот мы его положили. И вот пасынки пошли вверх. Кстати, смотрите, пасынковый урожай мы имеем. И мы его не убираем. Да, он не созреет. Вот и что, нам сейчас надо куст нагрузить, чтобы у него хорошо вызрела к осени лоза. Ну, в принципе, кто знает, здесь просто я знаю, что сорт поздний, да, и пасынковый урожай не успеет созреть. Но на самом деле, если сорт ранее, если у нас получится хорошая, теплая, длинная осень, то может даже и созреть урожай пасынковый. Да, он будет меньше, да, он будет позже. Но все равно он может быть. Еще вот, смотрите, еще покажу листву. То есть здесь идеально чистый лист. Ну, вот такой вот мощный бурный рост. Здесь погорячились, да, обречивались и на пасынке. Уже пошли пасынки второго порядка. А вот здесь второй куст, который у нас так пострадал. Ну, вот тут лозы пересекаются с цитроном и на горячем. Но я вам просто покажу. Смотрите, вот фиолетовая лоза, да, и вот, смотрите, пасынок, 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 пасынок. Почти до верхней проволоки дорос. Да, тоже идеально чистая лоза, абсолютно чистый лист. Вот здесь уже немножко даже запустили. Ну, вот фиолетовая лоза, это все оно. То есть, понимаете, если бы растение было больное, да, там какие-нибудь фомопсисы, там что-нибудь такое, да, оно бы так не развивалось, оно бы просто так не росло. И где-то бы мы еще увидели, там, на листе, на ягоде, да, еще на лозе. Но что мы имеем? Мы имеем шикарный рост. Да, мы имеем шикарный лист. Мы имеем вот такие красивые грозди. Ну, я вам показала, скажем так, тяжелые случаи, да, когда мы теряем целый рукав, либо целую плодовую стрелку. Бывает все гораздо проще. Бывает, погибает, там, один-два зеленых побега. Но это и происходит позже, когда ягода уже начинает окрашиваться, либо близко к созреванию. Да, такое бывает. И от этого, к сожалению, никто из нас не застрахован. Причина – наши нестабильные погодные условия. Как зимой, так и весной. Вот эти перепады температур. Это как бы плохая новость. Хорошая новость состоит в том, что кусты прекрасно восстанавливаются и после этого прекрасно себя чувствуют. И, в общем-то, уже за почти 15 лет нашей практики мы с этим столкнулись вот на четырех кустах. Это с теми двумя примерами, которые я вам показала сегодня. И те кусты, которые вот таким образом повреждались, они и сейчас сидят на нашем участке, на нашем старом участке, нормально плодоносят, и все с ними хорошо. То есть мы убрали вот это пораженное, и дальше все нормально. То есть это не болезнь, это вот такое, назовем это даже механическое повреждение. Поэтому бояться не стоит. Единственное, когда это может быть критично, я вам уже огласила, что если вдруг вы такое видите на всем кусте, значит, там поражение гораздо серьезнее. Там, скорее всего, причина в корневой. Здесь все проще, поэтому не стоит расстраиваться. Да, конечно, неприятно. Но что поделать, сейчас наша задача нагрузить эти кусты, чтобы у них вызрела лоза, и они нам дали хороший урожай в следующем году. Но в этом году тоже мы с них урожай получим. Надеюсь, ролик был вам полезен. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку еще, ссылка на каталог наших сортов винограда. Его обновление будет к концу августа. И наши контакты. До новых встреч!